История войны далее в нашем эфире. Целый месяц 77-летняя Мария Василенко из Бородянки не могла связаться со своей дочерью и зятем. Она верила и надеялась, что они живы. Но, к сожалению, все это время родные люди, женщины оставались под завалами разрушенного дома. 24 февраля у меня день рождения. Меня дети поздравили, подарили мне мобильный телефон. В этот же день была объявлена война. В подвале, в котором мы прятались, было человек 100, а может даже и больше. Люди сбегались туда с окрестностей. Мы спали на ящиках из-под воды. Сдвигали эти ящики, клали на них матрасы, и вот так вот ночью мы спали. В этом подвале был очень сильный сквозняк. 1 марта в 15.45 оккупанты скинули на наш дом две бомбы. Когда прилетела первая бомба, мы были в середине подвала. Дом у нас большой, с одной стороны вход в подвал, и с другой стороны. Помню, кто-то из мужчин крикнул, «Бегите в сторону Киева, с этой стороны завален проход». Я когда выскочила из подвала, у меня был такой ужас внутри. Я подумала, это все, сейчас мы умрем. Во дворе трава была сухая, она тут же начала гореть. И деревья, на них же еще не было листьев, это же март месяц был. Сухие ветки тоже горели. Жилой массив у нас большой. Вот так один дом стоит, вот так другой. Две гостинки по 120 квартир, и тут общежитие. Во дворе стояли машины, все они горели, как свечки. Горели от взрывной волны. Это был ужас. Мы бежали в дома напротив, которые были целые. Люди бегут, и я за ними бегу. Я не выбирала, куда мне бежать. Помню, шифер с крыш слетал, балконы разваливались, окна вылетали, стекла битые летели прямо на нас. Это был ад. Ад и ужас. Я иначе не могу это назвать. Я добегаю до середины двора, поворачиваюсь и вижу, что детей моих нет. Ни дочки нет, ни зятя. Я возвращаюсь назад, бегу и кричу, детей моих нет. Вижу, вот так один стоит дом, вот так второй, и все завалено полностью. Подъезда одного дома просто нет. Я тогда поняла, что детям своим я уже ничем не смогу помочь. Я возвращаюсь и бегу в тот дом напротив, куда бежали все люди. Когда все бежали, то мы, пожилые люди, не чувствовали, что у нас ноги больные. Бежали через силу, бежали один за другим. В тот день нас вывезли в соседнее село. Там мы пробыли одну ночь. Украинские военные нам сказали, отсюда немедленно надо выезжать, потому что будет бой. Оставаться здесь опасно. Потом я была еще в нескольких разных селах. Я хотела присутствовать в тот момент, когда моих детей будут доставать из-под завалов. Детей достали 7 апреля. Забрали мы их из морга 11 числа. В этот же день и похоронили. Оказывается, бомба рассекла бетонную плиту в подвале. Детей моих привалило. Они были в этом песке. А на следующий день подвал наполнился водой. Мы этого уже не знали. Нас же вывезли. И вот дети мои в этой воде кисли. Не только они. Все, кого в тот страшный день завалило руинами дома. В подъезде, который рухнул, на третьем этаже была одна женщина. И ее сын. 24 лет. Накануне взрыва она позвонила своей сестре, сказала, что уже собрала вещи и собирается выбегать из квартиры. Но, к сожалению, они с сыном так и не успели выскочить. Их так и не нашли. Ни ее, ни ее сына. Странно, потому что моих детей вытащили из-под завалов, а от них даже ногтика не нашли. Я все-таки надеялась, что моя дочка и зять в подвале. Я думала уже, пусть они будут не живыми, но хоть целыми. А они оказались не целые. Их приплюснуло бетоном моих деточек. И они в этой грязюке мокли полтора месяца. У моей дочки сын 16-летний и дочка 10 лет. Это мои внуки дорогие. Остались без мамы. Погибли моя дочка, мой зять, кум моего зятя и моего зятя двоюродной сестры муж. Четыре человека. Все погибли под завалами. В одном из сел, в котором мы были, в Новой Будде, женщина одна из нашего дома. Она не захотела выезжать. И вот в этот дом попала ракета. И женщина эта сгорела. Нашли только ее кусок руки. И все. Если бы мы не выехали, не знаю, что с нами было бы. Там сильные бои были. Я надеюсь на победу. Я пишу сообщения нашим бойцам. Хочу, чтобы вы вернулись домой живые. К своим деткам. К своим мамам. К своим братьям, сестрам. Пусть Бог вас всех бережет. Благодарю вас, Бог. Борожай. Субтитры подогнал «Симон»